Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и вонящая дорога. Здравствуйте, друзья. Это особый фильм. Я попрошу помощника, кого-то из помощников, быстрее его смонтировать. Я волнуюсь. Дело в том, что мы присутствуем при начале нового школьного движения, которого не может быть никогда, потому что у нас ничего в Сибири вырастить невозможно. Это все знают, кроме Ронеток. Только об этом почему-то не знает Скугарева Антонина Ивановна и Железа Валерия Константиновича. Я был очарован этой женщиной, потому что формально занимая должность, назовем ее старшая, как там этот самый Совет ветеранов районный, она там возглавляет его. Однажды она сказала, что у меня есть желание посадить сад в школе. И когда я понял, насколько она серьезно к этому относится, я схватился за голову. Но нельзя такое дело, как бы сказать, сделать его непродуктивным. Это первый шаг. Возможно, он будет и последний. А вдруг это начало огромной работы всех школ. Я начал готовить вебинар. То есть, смотрите, видите, школьная программа для детей изначально дебильна. Это факт. Вернем в школу, это я, мой лозунг, вернем в школу настоящую биологию. И по вам, в скобках, директор школы номер 70 города Кемерово, учителям биологии, и по вам, Антонина Ивановна, заплачет государственная премия. Но я поставил такой вопрос. Я не знал, с чем это все не закончится, но как оно продолжится. Вначале просто энтузиазм. Приходит в школу новый директор. Настоящий. Представляете? Настоящий. Они все настоящие. Ну, представляете, как трудно что-то повернуть вспять. А что нужно повернуть вспять? Вспомнили свою школьную биологию. Я ученик школы сельской, маленькой, деревянной, с керосинными лампами. И мне так захотелось, чтобы эта биология вернулась, возродилась. И вот у нас оказалось двое. Я и Антонина Ивановна. Вот она, смотрите, на экране. Вот она скромно выглядывает. Видите? Вот. Я ей высылаю одну посылку. Потом испугался. А вдруг это детей разочаруем? В масштабах будущего я еще не знал. Вторую посылку. Неожиданно ее поддержал директор, а он бывший журналист. Это так здорово. Вот. И вот уже съемки местного телеканала. И вот уже съемки, которые делал уже, фильм уже сняли. И, наконец, самое главное, дети. Оказывается, им не надо та дурь, которая их учат в школьной биологии. Вот что им надо. Вот что. Видите? Вот. И это настоящая учеба. Тут можно все вспомнить о характере семян. И как они всходят. И почему не всходят. И как стрифицируются. Антонина Ивановна – это учитель от Бога. Представляете? Повезло то, что как раз юбилей Кузбасса. Может быть, на этого никто бы не обратил внимания. Посмотрите на этих детей. Посмотрите. Посмотрите. Это первый этап был. Это еще пока теория. Но уже дети в руках держат семена. Представляете? Наконец, пришло время весны и высадки. Уже с 30 семен. Тут мои нервы не выдержали. Я высылал еще третью посылку. А там уже так они стрифицированы, что я уже на вебинарах показывал. Уже не буду повторяться. Что они на грани схожести. Или уже проклюнулись и выпустили их корешки. Вот. Вот это вот началась настоящая работа. Вот. Она умудрилась не только детей, но и учителей припахать. Вот так вот. И вот она настоящая посадка на те самые гряды. Особые гряды. Посадка по железу. Вот они. Видите? Замечательно. До сих пор все идет замечательно. Но почему я сказал до сих пор? Сейчас поймете. Вот. Сейчас поймете. И в этот момент, когда уже было все посажено, оказывается, телеканал Мир, «А это такой телеканал, это федеральный телеканал, это на все республики телеканал, имеется в виду не внутри России, а снаружи России на все республики». Все его смотрят. И вдруг съемочная группа приезжает. Антонина Ивановна готовит речь праздничную, особую. Вот. Сказал обязательно, вас упомяну, Валерий Константинович, потому что эта затея должна быть обречена на успех. А мы на одной широте. И вот, сегодня раздается звонок, нет, вчера раздался звонок, который нами с полки, обоим настроения. Валерий Константинович. Вот. Меня от съемок отстранили. Совсем другие люди будут рассказывать, какие замечательные дети, какой будет замечательный сад. Причем, кроме нее, никто ничего не знает. Вот. А она уже вырастила мои, все, вот мои, мои эти, в ее саду уже мои растения растут. Вот. И такая беда была, проглядывала. Но она боец. Она сказала, я пойду до конца. Потому что они не только те другие люди, не только что, они попозируют, а дальше так что? ведь дети получат сертификаты. Я потом уже покажу вам эти, уже. Мы уже сертификаты сделали. А, давайте, папа, все вместе. Вот. где же его сейчас найдут, сертификат. Какая красивая бумага. Но давайте в конце, сейчас самое главное, это суть. И так, мы оказались в ситуации, настроение обоих испорчено. Но сегодня, все-таки, именно, как короткий звонок был, именно она давала интервью телеканалу Мир. Вот. Именно она. То есть, она настояла на своем. Да, я еще сказал по телефону. Тоня, вот, если вас устраняют, то считайте, что идея загублена. Впереди пятиклассники. Им же получать сертификаты вместе с цитатом зрения. Это кто столько лет будет за садом то смотреть. А? Те люди, которые попозировали. И вот я, значит, нажимаю сюда, вот, сюда. И от нее получаю ну, у нас, вот это вот. Смотрите. Внимание. Вот это вот все. И где она, я забыл спросить. А где Тоня взяла эти самые? Где Тоня взяла саженцы не жарят со своего сада еще те, когда не было никакого проекта. Видите? Ну, еще вот сюда загляну и потом дам ей слово. И потом дам ей слово. Ага, вот. Вот это вот и есть интервью. Ну, наверное, что-то дети говорят. Может, их научили, как правильно говорить. Вот. Что мы растем с Кузбассом. Это лозунг Кузбасса. И мы, дети, растем. Вот. А вот наш Антонин Иван, наша героиня. Я ей сказал, если это развернется на всю страну, у нее будет государственная премия. Вот. Ни в одной. Нет. Конечно, вместе с директором, потому что это такая дикая ответственность. Конечно, на нас учителя биологии. Ну, как-нибудь премию поделят. Вот. Видите? Немножко холмы крутоваты, Антонин Иван. Надо не поздно сейчас их это сгладить. Но уже, видимо, высадка закончена. Вот. А вот это, я понимаю, распечатанный сертификат. Тот самый, который сделал мой друг Труценко Павел Иванович. Я вам покажу на вебинаре. Так, связываюсь с Антониной. Связываюсь с Антониной. И мы узнаем, что же там все-таки произошло. Да, Валерий Костанович, слушаю. Добрый вечер, Антонина Ивановна. Я показал десятка, два, три фотографии. В принципе, вашу титаническую работу, ведь вы работали с детьми, начиная со статификации. Представляю, сколько интересов дети от вас узнали. А что они вообще до этого знали? Я сейчас предоставляю вам слово. Говорите все, что хотите. Я сказал, что вы проявили настойчивость, и проект будете все-таки возглавлять вы. я вам не поздравляю. я даже не завидую. Да, семена взойдут, можно не сомневаться. А дальше впереди посмотрим отношения к деревьям, отношения со стороны учителей, детей. Вот. В общем, жду ваш рассказ. Валерий Константинович, я начну с самого приятного. Потому что, когда у нас закончилась сегодня съемка, вдруг бегут дети и говорят, там росточек зашел. И мы бежим и смотрим. Первый росточек, семидольки вышли. Это была такая радость, потому что никто не верил, была масса вопросов, неужели может из косточки что-то вырасти. Вот это была настоящая самая радость. Радость всех. Это был благополучный конец сегодняшнего дня общения с детьми и работы. Хочу сказать, что этот проект это, наверное, все-таки носила я эту мечту, чтобы был сад, которым будут любоваться все. Это было много лет, потому что не секрет, когда идут акции озеленения районов и что там садят. Садят очень похоже на сибирок, какие-то полукультурки, бронетки, которые, ну, не съедобно растут на дорогах, так скажем. Что-то какое-то подобие черемухи с чем-то скрещены. И на это просто не обращают внимания, это никак не привлекает внимания. Оно просто затирается, замыливается. Но вот чтобы был цветущий сад, и именно те деревья, которые возвращает Валерий Константинович, конечно, это для меня просто стало голубой мечтой два года назад. когда я у себя посадила, я стала вынашивать мысли, где все-таки посадить деревья, чтобы это было законно, так скажем. Ну, не могу я посадить где-то на клумбе, и любой подойдет, возьмет, выкопает, сбросит, что такое. То же самое, когда возникла идея с коллегами по работе, я изложила свои мысли, мне предложили, вот, рядом, пустое место, большой школьный сад. Мало того, что я вам скажу, там была трагедия. Пять лет назад или шесть лет назад директор уходя из этой школы посадила 40 кедров. Представляете, площадь 40 кедров. Сейчас, секундочку, извините, я открою дверь, кто-то звонит. Да. Алло. Только я, съемка у меня когда-то перекладываешь. Заходи и молча, не на съемку. Антонина, продолжайте. Продолжаю. И вот эти кедры, которые были посажены в школьном саду, это тоже была очень хорошая идея. Но, к сожалению, тот, кому поручили, был не совсем в адекватном состоянии, человек со стороны скашивал траву. И эти все кедры он скосил. Представляете, бой человека, который это делал. А это делала именно та женщина, которая мне посоветовала теперь засадить абрикосами. Идей спокойней. И у меня была такая радость. Хорошо, наши интересы сошлись. Хорошо, администрация, директор, который был журналистом, 17 лет работал на компании. Последние годы он работал в ГТРК, компания, Кемеровская студия телевидения. По-моему, главный редактор. Очень опытный человек. Конечно, он понимает важность этого вопроса. Он, как молодой директор, проявит себя. Все на это обратят внимание. Дети увидят, что такое вырастить дерево. Но самое главное, мой возраст, мы ветераны. Дети, это внуки наши. А родители, которые в середине, они сейчас, вот эти родители, которые выросли со времен перестройки, ну, я скажу, они бесхозные, нечем заняться. У них нет идеи. У них есть вот дети, которым они дать ничего не могут. Так сейчас вы пройдите на фотографию с там и папой. И мы не первый раз находимся на школьной территории, где приходят родители. Этот проект, который я создала, называется Ростемск-Узбас. Я перебью, знаете, Два вопроса, потом могу не успеть. У нас на съемку 29 минут, так устроено у меня это. Я мог прослушать, пока открывал дверь. Фамилию директора не называли? Нет, не называла. Смирнов Александр Михайлович. Во! Смирнов Александр Михайлович. Директор 70-й школы города Кемерово. 70-й школы города Кемерово, да. Конечно, это очень хорошо, что он такой инициативный, он подвигает этот проект. Но там одна неприятная вещь произошла. У нас уже два раза снимали фильмы. Первый фильм и юбилей ветеранского движения города Кемерово. и они, те, кто снимали фильмы, сделали желание конкретно осветить этот вопрос. И на фоне всех вопросов ветеранских будет демонстрироваться съемка фильма с детьми. Это был первый фильм, он был неделю назад, а сегодня телекомпания Мир тоже проводила съемку. Вчера мы готовились к съемке. И удивительно то, что я совершенно окольными путями узнаю, что это идея. Проект открыт, открыт в доступе, в свободном, в интернете, на сайте школы, на сайте у нас ветеранов. Кто-то, я не буду говорить конкретно, кто-то там человек, теперь это понял, он стал по стороне. Взяв эту идею, начал объявлять на различных конкурсах, которые проходят очень много в Кузбассе юбилеев, эту идею продвигать. Как я понимаю, у этого человека не очень-то получилось, потому что нужны знания, нужен материал, чтобы пустую землю показывать. Мы же только закладываем обучаем детям. И я этого человека не видела, чтобы он обладал какими-то знаниями или хотя бы слушал то, о чем и рассказывает. И сегодня этот человек остался в стороне. Ну, вчера было так, что он должен выдавать интервью и говорить, что он причастен к этому проекту. Да-да, вы бы ушли и все было бы загублено, потому что... Я бы не ушла, я бы осталась в стороне как помощник, понимаете? Косвенное отношение было бы к этому проекту. Сегодня я все-таки в интервью представилась как автор проекта. После вчерашнего моего разговора выяснения обстоятельств, все дети говорили спасибо ветеранам, это было очень хорошо, ветеранам это именно я. Тот человек, который претендовал дать интервью, что он тоже якобы причастен, у него не стали брать интервью. И все пошло очень хорошо. Семьянка прошла хорошо. Слава Богу. У меня еще вопросы. Я смакую наш разговор. Так, где вы посадили на школьном участке, я так не приглядывался, по-моему, двухлетний абрикос, я ничего не путаю. Да, Валерий Константинович, я ведь иду на опережение, и у меня уже до вас были скотчки фурифины. А вот эти высокие абрикосы, вы видите, они высшие меня ростом на фотографии. Они годовалые, понимаете, у меня вот такой рост. Это чей они? От кого материал? Это ваши косточки, которые я садила в прошлом году с моего участка. Но ведь дети должны знать, что будет на следующий год. Посмотрите, я в прошлом году садила косточки и спрашивала, что с ними делать. Валерий Константинович, когда пересаживать? У меня не было знаний. Сейчас эти знания есть. Дети спрашивают, а что надо будет делать, когда косточки взойдут? Сегодня я принесла саженцы, три саженца выкопала. Мы еще предварительно подготовили холмики, материал повторили. Я сделала белые отметинки с южной стороны. Объяснила сначала в классе детям, зачем мы это будем делать, как делать. И вы представляете, когда вот фильм будет, я вам покажу, дети сами называли, зачем белая метка, в какую сторону должна, почему мы садим на холмик и самое больное обрезка. Первые две я сделала, а уже последние сами они обрезали. Объяснили, корни нарушены. То есть все по правилам сделали. И они теперь, как индикатор, эти три дерева будут стоять, вот это на год вперед идет. И все, что у них зайдет, будет точно таким же. К концу лет дети будут видеть, насколько развились эти деревья, значит, и эти деревья, которые они посадили, также будут. И поэтому первый сегодня растоп, семидольки, было большой радостью, что это реально, что это не сказка, что это они делают. Потому что в течение недели мы закладывали сад, Валерий Константин, вы вызвали более тысячи косточек. И мы все это закладывали в грязь, это же надо было все делать, они делали, они старались. Это реальный труд, реальный труд. Так, ну что я скажу. По вам плачет государственная премия при одном условии. Если телеканал Мир преподнесет как надо. Вот у меня был телеканал Культура, два дня снимали, получился куцый фильм, я просил представить его как сенсацию мировую, а у них духу не хватило. Получился заварядный фильм и в годы потерян зря. Теперь идет телеканал Мир, так, если это, чтобы мы не зря жизнь прожили, если это получается только первый шаг. То есть, если школы подхватят, подхватят, для чего телевидение нужно? Чтобы посмотрела вся страна. Подхватит. Идет ювелир, многих этот вопрос интересует. Первое. Второе. Валерий Константинович, я вам честно скажу, речь идет не о премиях. Мне стали сегодня говорить, будете ли вести так, вести так. Я сказала, тем, кто снимал фильм. Вы знаете, я даю детям знания, мне это очень важно. Мы на практике делаем то, что учили. Если вам интересно, это вы снимайте, а мы будем делать дело. И вот и у нас все получилось. Мы не позировали, а мы на самом деле общались, учили, делали дело. Моя задача, чтобы дети знали, чтобы то, что мы сейчас делаем, дало результат. А фильмов будет еще, я думаю, что много. Так, все равно, конечный результат должен быть, все школы страны должны перейти на посадку, причем посадку по Железову, на посадку и технологию, и материал Железова. Могу обеспечить сотню школ, если вдруг движение появится, а потом вы с директором поделите государственную премию, если это пойдет по всей стране. Ну, давайте так, мы в очередь поставим школы, и я буду постепенно передвигаться, перемещаться. Но это самое начало, вы знаете, начало дороже всего. Да, 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 все верно. Вот так, все пока, что идет все нормально. Я, конечно, не допущу, чтобы кто-то, так скажем, имел какое-то отношение к проекту, якобы он причастен. Я точно этого не допущу слишком, так сказать, долго он вымучивался, ведь это одно слово сказать, написать проект, другое дело. Это бессонные ночи. Это каждая фраза, это каждое действие, продумывается в голове, списывается, чтобы всем было понятно, чтобы все было расписано. Это действительно серьезная работа. И кто-то хочет так со стороны, ах, я это возьму, я там представлю. Не получается у тех. У них нет ни фотографий, что они голые земли будут показывать. Не получается. И слава богу. Будем делать, как мы наметили. Будем продолжать. Ко мне все еще идут заказы на структурированные косточки на несколько десятков тысяч. Они все у вас. Вот. Это мой скромный вклад. Подарок в школе. Да, подарок, конечно, огромный. Я сегодня сказала, что без вашего сильного материала речи не могло быть об этом событии. Это только благодаря вам мы имеем такую возможность. Я честно скажу, Олег Достатинович, мы большую площадь засадили, у меня немного косточек осталось. Ну и я. Не подстраховки. Вот как свои саженцы выкопал туда, свезла. Так не подстраховки, делаю небольшую школку, но мало ли что может случиться. У нас в запасе саженцы будут. Потому что надо подстраховаться. Вы знаете, что врагов у этих саженцев много. Зима нет. Грызуны, воры, извините мне. Может, все что угодно быть. Все, конечно, не разорят, но мы достаточно много посадили. На самом деле, достаточно столько много было косточек, я просто даже удивляюсь, как вы так щедро нас наградили. А я боялся. Я хотите, правда, скажу? Я боялся позора. У Победы много авторов. А у Позора только два. Вы и я. Я боялся позора. Не скрываю. Я решил пожертвовать десятками тысяч недополученной прибыли. Вот. Отправил вам самый момент страниц, когда невозможно потерпеть неудачу. Вот я отвечаю. У Позора всего два автора. Вы и я. А у Победы, поймите, придет время и это. Погодите, еще не все. Вот. Но то, что сейчас кто-то, если поддержат другие школы, если даже поддержат тех, кто пытался вас отодвинуть, все равно дальше все пойдет только на пользу. Да, да. Сейчас уже все. Уже возврата нет. Возврата нет. Самое главное, вы знаете, классные руководители так вот заинтересованы. Вот это самое главное, потому что они рядом с детьми. Они их организовывают. Вот вы не представляете, что уже косточки прорастают и дети уже устали. И позавчера им отменили занятия восьмым классом, ребят. И говорят, приходите, остальную часть копайте. И дети пришли с лопатами и копали. И так это хорошо выполняли. Мальчики уже крепкие. Теперь 15 лет. Я была очень благодарна, что такие хорошие ребята. Дети действительно хорошие. Неиспорченные они. Есть с кем работать. А какие классы все-таки? Вы говорили про пятые. В основном пятые классы. Ну, когда у них уже не хватило сил, потому что дети маленькие. Школка была недокопана, недосажена. И перед фильмом надо было землю подготовить. Привлекли восьмые классы. Я, конечно, всех сфотографировала, всех поблагодарила. Есть ребята, которые поливают сейчас каждый день восьмые классы приходят. А, перестараются, сгниют косточки. Да, все стараются. С косточки сгниют. Знаете, как трудно выдержать? Лучше сейчас не поливать каждый день, хотя бы через день. Валерий, вы же сказали, что крутоватые гряды, пока земли нет. Да, да, крутоватые, они быстро высыхают. А надо бы еще землю подвезти. Да, да. Ну, подвезут землю, мы подсыпем, пока что мы поливаем. Все контролируем, все, и ребята выполняют с удовольствием. Все заинтересованы и понимают, что должно получиться. Здорово. Здорово, да. Здорово. Ой, осталось две минуты. Я даже не знаю, что говорить. Ну, государственное время я вам пообещал. Вот. Дальше сертификат, сертификат сейчас показать бы на экране. Я сейчас попробую быстренько. А успею, не успею. Успею, не успею. Вот, надо же так. Ну, Валерий, мы еще встретимся, еще... снимаю. Я сейчас фильм снимаю. Сейчас, может, еще сертификат, потому что такие сертификаты, это моя идея. Знаете, какая идея? Очень хорошая. Очень хорошая. Она касается всей страны, что все дети должны это получить такие. Вот. Сейчас я быстро покажу сертификат. остается полторы минуты. Вот, смотрите. Это один из вариантов, какой вам... Я не знаю, Троценко отправил вам три варианта. Я смог только один. Ну, я самый первый, самый первый, который, говорит, что третий. Я передала, и мне очень понравился... Ну, вот сейчас я один покажу, хотя бы, хотя бы один, первый, попавший из трех. Но они похожи. Вот пример. Вот это образец нашел. Вот она, руководитель проекта. И куда теперь денутся те, кто хотел вас в стороночку отодвинуть? Смирнов, а это же настоящая фамилия? Смирнов, а... Да, 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 он Смирнов. Смирнов, а как там дальше? Александр Михайлович. Александр Михайлович, директор школы номер 70. Да, да, все правильно. И сертификат участника проекта, он много будет знать, почему. Это будет готовая профессия. Я надеюсь, что не останется так, что со второго года. Деревья могут потом расти сами. И даже может к ним не подходить. Это абрикосы. Вот так. Ой, там все прививка, Валерий Константинович. Там много что динтран саживать, там работают. Ага, и хотели без вас. Нет, 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 все, все доведем до конца. До выпуска, до выпуска. Я 40 лет с детьми проработала, у меня была музыкантская гаджица деятельность. И продолжаю. Я испытываю огромное богатство в общении с детьми. Поэтому доведем до конца. Да, и что я хотел еще сказать напоследок. когда-то, 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 вот, все студенты, уже не школьники, само собой, но уже студенты, там ответственность выше. Все они должны предъявить на экзамене, на выпускном, сад, плавносящий, в сентябре месяце, все, точка. Во всей России, во всех агроуниверситетах, во всех этих самых, в общем, везде профессия будет называться агроном, биолог, эколог. Все они должны предъявить сад и только тогда, только тогда они получат этот, вот, как он называется, диплом. А без этого нет, и все. А как они будут находить эти, находить материалы, а вот так, как вы, подружились с железом, кто-то подружится с тем, кто-то с этим, обшарят все округу. Вы же начинали обшаривать, признайтесь. Что обшаривать? Все округу, чтобы найти материал. Конечно, конечно, я и на первой косточке кто-то у вас выписал, я у них купила и стала искать и вышла на вас. Вот, вот, вот. И пусть каждый студент это делает. Так, Антонина Ивановна, Антонина Ивановна, дорогая Тонечка, заканчивается запись, все, осталось, 8 секунд. Спасибо вам большое. Спасибо, доктор Ивановна. Спасибо за интервью, вы теперь звезда, поэтому я, я гордо, гордостью взял у вас интервью. Спасибо. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко и рог, от чистого и сока, прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова